Уважаемые участники совещания, сегодня нам предстоит обсудить подходы по совершенствованию мер административной ответственности. К рассмотрению этой важной темы мы уже обращались в декабре прошлого года, и тогда был выявлен ряд системных недостатков. Я уже приводил конкретные цифры. Только за пять лет у нас зарегистрировано чуть ли не 16 миллионов нарушений разных, за которые к ответственности привлечены больше трех миллионов человек. Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств излишней репрессивности административного законодательства. В целях изменения ситуации мной были приняты решения и даны соответствующие поручения. Они касались увеличения скоростного режима, оптимизации размещения средств фото- и видеофиксации, усиления профилактической работы с нашим населением. Было принято решение о создании межведомственной экспертной комиссии под руководством Ольги Ивановны Чуприс, заместителя главы администрации президента. Всего за полгода комиссии проведена масштабная работа. Результат – подготовка двух новых кодексов об административной ответственности. В их написании были задействованы государственные органы всех уровней власти, депутатский и судейский корпус, ученые и юридическая общественность. К комиссии был выстроен эффективный канал связи с населением. Скрупулезно изучены проблемы, с которыми люди сталкиваются практически каждый день, и выработаны оптимальные правовые модели их решения. Абсолютно убежден, только таким образом могут быть подготовлены действительно справедливые и очень нужные обществу законы. Следом за кодексами, причем очень быстро, надо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня. Мы сегодня с вами должны договориться, в какие сроки это мы должны сделать. Очень бы хотелось, чтобы с нового года заработал новый кодекс и были приведены в порядок с этими законами подзаконные акты. Нужно убрать из них лишние бюрократические требования. Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы. Если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам. Например, зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, ну, например, ведро яблок или картошки, притом собственного огорода. Я думаю, что лучше будет, если мы везде, хотя трудно уже сказать, где их только нет, организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в основном нам просто не нужно мешать людям жить и работать. Три года назад в рамках либерализации бизнес-климата мы начали заниматься подобной работой. Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми. Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить. Например, много нашумевшая бальная система предложена Государственной автомобильной инспекцией. Может, она и неплохая. Во многих странах система прижилась. Но, когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия. Поэтому в окончательном виде в этих документах должны быть в полной мере учтены интересы как государства, так и простых граждан. Отдельные шероховатости можно скорректировать при доработке в Палате представителей, где парламентарии еще внесут свою лепту. Однако по основным концептуальным положениям проекта мы должны определиться уже сегодня. Здесь собрались руководители правительства, парламента, Верховного суда, профильных ведомств. Хотелось бы услышать от всех ответы на очень важные вопросы. Во-первых, какие основные изменения предусмотрены этими проектами кодекса. В полной ли мере в них реализованы установки президента. Учтены ли предложения, поступившие от граждан. Во-вторых, насколько мы перекроили административный процесс и надо ли было это делать. Интересно услышать, как эти нормы кодекса будут применять суды. В-третьих, каким образом будет выстроена профилактическая работа с населением по линии органов внутренних дел. Это очень важная составляющая. По сути, милиция всегда была и будет ближе к людям. И мы договаривались о том, что после проработки этих кодексов мы перейдем и к другим законам, касающимся уголовного права. Прошло немало времени, жизнь поменялась. И, конечно, новые законы и действующие законы должны соответствовать тому ритму, образу жизни наших граждан и функционированию нашего государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую работу, помню это, с парламентской своей деятельности. Не надо в результате реформ поломать все до основания и рассчитывать, что затем на обломках мы чего-то построим. Надо идти так, как мы формировали эти кодексы. От жизни. Учитывая то, что уже сделано.